Вой полицейской сирены слышен издалека. Росгвардейцы снова на страже порядка. На этот раз спешат на помощь в седьмую школу Реутова. Здесь сработала тревожная сигнализация. На самом деле все идет по плану. Это всего лишь учебная тренировка. Правда, сотрудникам патруля об этом не сообщили. За считанные минуты они приезжают на вызов. Работу силовиков оценивают на месте. Товарищ полковник, шестая группа содержания. На охраненный объект по сигналу тревоги прибыло. Товарищ сержант, полиция. Ну что, молодцы. В принципе, уважились на пять минут. Отлично. Так, вам, в общем-то, вопросов нет. Учебная тренировка закончена. Наряд полиции отпущен. А вот сотрудники школы нет. Представители Росгвардии проверяют у охранника удостоверение и проводят соответствующий инструктаж о порядке действий при возникновении внештатных ситуаций. А также разъясняют правила использования тревожной кнопки. В рамках выполнения постановления правительства 12.35 были проведены обследования и категорирование всех образовательных учреждений на территории Московской области. Согласованные, составленные на все объекты паспорта безопасности. У каждой школы теперь имеется свой паспорт безопасности, в котором полностью отражена информация о наличии технических средств, систем видеонаблюдения, количестве. Учебные тренировки по безопасности в Реутовских школах проводятся круглогодично, причем самими сотрудниками общеобразовательных учреждений. На них отрабатываются самые разные ситуации, чтобы учащиеся и персонал школы реагировали быстро и слаженно, если ЧАЭС произойдет на самом деле. Ежемесячно по линии гражданской обороны мы проводим эвакуации учащихся и персонала школы по линии антитеррора раз в квартал. Учащихся, персонал школы должен уже отработать все свои навыки действия без каких-то действительно дополнительных сигналов, сообщений, чтобы у них уже было это запланировано и могли они действовать самостоятельно. Такие проверки продолжатся в Московской области до начала учебного года и в течение сентября в нескольких школах пройдут повторно, чтобы полностью исключить даже малейшую возможность оплошности.